здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске европа вдруг поняла что не способна остановить россию если та попрет и поэтому предлагают кремль пока не злить ну что спорим что это правда или не совсем рубрика никогда такого не было и вот опять североатлантический альянс не обладает военным потенциалом чтобы остановить на границах российские войска случае возникновения подобной угрозы заявил военный эксперт кристиан мэлинг в интервью и сиди по моему мнению военном плане боевая мощь или обороноспособность нато должны определяться через ее возможность удержать россию от вторжения или если она все же случится остановить ее на границах государства альянса а к настоящему времени нато такими возможностями не обладает и с этим согласны все страны отметил он по словам эксперта в европе сейчас нет ни людей ни техники ни командования ни штабов немногих других элементов которые позволили либо противостоять российской армии европа сама по себе сейчас находится на очень низком уровне обороноспособности резюмировал он президент россии владимир путин заявлял в конце июля что россия не хочет прямого военного столкновения с нато но если кто-то пожелает то москва к этому готова безобразие война у порога а мы не готовы нет мы не готовы к войне любимая история западной пропаганды побеждали побеждали и вдруг все проиграли с каждым днем все ближе был конец путинского режима и вдруг найти мы не можем остановить россию кстати а кто там говорил что информационную войну мы проиграли гляди к именно в информационной войне нам и присудили победу сказали что мы победили всех причем хотя дела и правда идут позитивно но до окончательной виктории еще потребуется время а вот информационную победу нам отдают прямо сейчас досрочно как-то мило с их стороны но остается главный вопрос так что с лицом байден по старой традиции то ли в 3 то ли в четвертый раз порвал экономику россии в клочья ввел небывалые санкции превратил рубль в щебень вообще можно узнать как эта страна с щебнем вместо валюты так успешно противостоит даже не сша не нато не европе и не g7 а вообще всему коллективному западу включая австралию южную корею и прочее отдельный вопрос хотелось бы задать нашим либералам которые годами и даже десятилетиями говорили нам да на кого вы вообще рыпаетесь вы хоть видели какие там квадриллиарды триллионов ввп вы хоть знаете какой у них оборонный бюджет экономика авианосцев ну и что и где это все почему в итоге мы не готовы к войне оказывается что для войны нужны не квадриллиарды а гиперзвук который есть уже у четырех и скоро будет у пяти стран но почему-то ни одна из них коллективному западу не относится мне чего у тебя нет ты голодранец а если серьезно то самое интересное что товарищ эксперт в своем анализе упирает больше всего даже не на оружие хотя его отсутствие на опустевших складах он тоже признает а на качество командования и управления как он выразился нет ни людей не техники не командование не штабов а еще нет экономики нет запасов нет желания воевать у народа да и у приличной части или тоже если в прошлом веке капитаны европейской индустрии изо всех сил подталкивали свои правительства к войне против советского союза то теперь все наоборот политики никак не могут преодолеть сопротивление бизнеса которому войны с россией не надо от слова вообще ситуация даже не то что редкая а уникальная беспрецедентная в европейской истории рвется всех победить крошечная часть верхушки истеблишмента купленная сша а вот всем остальным это даром не надо вот и не клеится у ребят драчка фу на вас друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра новый выпуск на нашем канале не пропустите